Компания «Элта» представляет Реальные вызовы Я бросаю вызов своей лене Мои нерешительности Стать сильнее Сделать себя лучше И прийти к чему-то новому для себя Реальные победы Реалити-проект о жизни людей с диабетом Диачеллендж Пошли в дом Три эксперта Девять участников Шесть месяцев напряженной работы Я очень надеюсь, что это увидит очень много людей Потому что у каждого заболевание течет по-разному Но проблемы у нас общие Мы бросили себе вызов А ты? Сегодня в загородном доме состоялась Пятая еженедельная встреча участников с экспертами С этого воскресенья К обычному расписанию Диачеллендж Добавились групповые занятия С эндокринологом проекта И для себя я однозначно поняла Что сахарный диабет Первого типа И групповая история Это очень хорошая история Первая к доске вышла Дина Доминова Эндокринолог проекта Анастасия Плещева Попросила ее начертить наглядную схему Как работают инсулины Ультра и длинный Чтобы всем вместе разобраться с основными проблемами компенсации Ну давайте начнем там много различных вариаций Например начнем с элементарного самого Вот у нас утро Восемь утра Мы проснулись Сахар крови 5,5 То есть мы исходим с того, что у нас все в порядке Мы встали с хорошим сахаром Мы, соответственно, прикинули Посчитали, сколько мы хотим ХЕ сделать По своему коэффициенту сделали болюс Выждали паузу, которую мы считаем нужной на утро А в 99% случаев пауза с утра нужна Потому что действуют контрсулярные гормоны Соответственно, инсулин очень долго раскрывается Именно утром И углеводы мы едим на утро Да, и в принципе мы углеводы едим Да, то есть даже если не углеводы Утром это самая длинная пауза у всех И, соответственно, мы сделали инсулин Выждали паузу и покушали Восемь утра Что нам надо обязательно сделать? Замер в девять утра И дальше мы смотрим, что у нас получается в девять утра Вот в идеале Да, вот здесь вот я сейчас помечу У нас пределы выставлены от пяти до девяти сахара Да, сегодня мы уже обсуждали Что норма сахара – это до девяти Потому что девять – это почечный порог Если у нас сахар вылазит за девятку У нас очень сильно страдают сосуды Самые мелкие, начиная – это глаза, почки Нижние конечности сначала мелкие Потом крупные идут, да, соответственно Идеальный вариант у нас какой? Что у нас в девять утра сахар максимум девятка Это идеальный вариант Через час после еды Что у нас происходит через два часа после еды? Это те, кто на ультре, да, ультракороткие инсулины Почему два часа? Потому что два часа – это пик действия Да, все мы знаем Через два часа он возвращается ровно в исходное положение Таким же, каким он был у нас, да, когда мы пошли кушать, сделали инсулин Не покушали, а сделали инсулин Мы отталкиваемся всегда от того, когда мы сделали инсулин Потому что паузы бывают у всех разные У кого-то пять минут, у кого-то у меня, например, семь минут с утра пауза Опять-таки на разную пищу Если я ям на овсянку, то это десять минут У всех все по-разному Далее, какие могут возникать ошибки? Покушали, выдержали паузу Замер через час Сахар 11 Что мы делаем? Ничего Ничего Мы делаем ничего Мы ждем еще один час И смотрим, где у нас сахар Здесь возможен, например, вариант, что он вернулся опять-таки в норму на уровне 5,5 Что у нас? Какая ошибка тогда сделалась? Паузу больше делать Правильно, делаем больше паузу У нас, соответственно, график снизится и все будет в норме Есть вариант, что у нас через час сахар, ну не знаю Был 5,5, через час сахар 6 Что мы делаем? Ничего Дальше ждем, ждем, ждем И, ну, возможно, уже многие почувствуют гипы раньше, чем через 2 часа, да Кто-то измерит раньше и увидит, что через полтора часа после того, как мы сделали инсулин У нас сахар 4 Это что значит? Это значит, что мы перекололи с утра и сделали неправильный коэффициент Вот у нас 5,5 Вот оно пошло, пошло, пошло Измеряем через час Сахар десятка Ждем Измеряем через 2 Сахар восьмерка Это что значит? Не хватило Правильно А теперь следующий вариант Это, в принципе, то, что касается коэффициентов на еду ультраболюса, да Но могут быть проблемы с базой Это мы все тоже знаем Так, 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 так Измерили Ну, сахар, скажем, 8,5 через час Все правильно, паузу подобрали правильно Через 2 Все правильно, 5,5 Опять измеряем Если вот он после пика резко пошел вниз, резко Это значит, что у нас, в принципе, более усподобно на еду правильно Но у нас база Ее много Либо у нас много активного от предыдущей еды У нас очень многие здесь присутствующие Едят не раз в 4-5 часов А едят каждые 2, а то и каждый час И получается, что у нас постоянно активный-активный на активный На активный погоняют Это можно, если ты идеально считаешь Вот прям идеально считаешь Это может быть А кто идеально не считает Эта история просто утопическая Мы никогда не подберем ни базу, ни коэффициенты Вообще ничего мы не сделаем Еще одна из тем сегодняшнего обсуждения БЖЕ На прошлой неделе участники получили домашнее задание Выяснить, как реагируют их сахара на белковые продукты Мы заходим в программу «Фат Сикрет» И забиваем баранина Баранина жареная Забиваем туда наш вес Это 322 грамма И у нас программа показывает, что здесь ноль углеводов Но сахар у меня повышается Был 5,2 и через час он стал 7,9 Ничего не понимаю Это правда тяжело Адски тяжело Для проекта я ничего этого не делала У нас многие участники У них есть вопросы по конденсации именно белков, жиров И многие именно работают Мне за вот эти две недели Я начала опубликовывать всю свою еду И писать, что такое хаёшь, что такое божье Я посчитала, 42 человека у меня спросили в директе Что такое божье И два из них спросили два раза Одно и то же То есть люди тоже об этом вообще не знают Да, у меня тоже очень многие спрашивают, что это такое Да, чего греха таит То есть я знала, как компенсировать это раньше Но я не знала, как это называется Божье – это белково-жировая единица Одна белково-жировая единица равна 1 хае И равна 100 килокалориям Если речь идёт о первом типе, если идёт речь о помповой терапии То божье нужно понимать и нужно чётко считать Я научилась вычитать из ковоража общего Божье? Да, божье понимаю Но нас как утянуть, я не понимаю Потому что у меня, ну, мы подбираем базу И я вообще не понимаю, от чего это растёт Ну а ты статью читала, она как базовую, что у тебя было Про божье Дина, я очень хорошо сейчас понимаю, что у меня та же фигня Потому что я тоже знаю по статье, как надо делать Мы с Анастасией тоже это обсуждали И я тяну, но я всё равно пока не попадаю Я пока пытаюсь понять вот и по времени, и по полю Потому что у них меняется база Даже, я извиняюсь, три божье, да Но очевидно, там надо растягивать Я всё равно растягиваю как на одну Потому что я всё равно гипую То есть я вот с этим То есть вообще не надо растягивать Нет, растягивать надо Потому что если я не растягиваю, у меня всё-таки сахар повышается Давайте тогда разберём конкретный какой-то пример Давайте я могу пример провести Давай С божье Смотрите, например, на ужин я ем 200 грамм индейки В ней белка 34, жиров 3 А далее очень всё легко и просто Мы должны понимать и знать, что в одном грамме жира 9 килокалорий Если округлить В одном грамме белка 4 килокалории В одном грамме углеводов также 4 килокалории Поэтому очень легко, зная, сколько и того Белков, жиров и углеводов в этом продукте Умножить просто углеводы в граммах на 4 килокалории Получить некоторую цифру И эту цифру отнять от общего количества калоража в этом продукте Давайте так Кто на сколько бы тянул? 208 минус 32 это плюс-минус получается 160 То есть это полтора часа Я бы на полтора часа эту нежурную индейку так бы растянула Ну вот я по-моему тянула на 3, честно скажу Это опять вопрос о том, что каждый организм переваривает белки жиры по-разному Да, по-разному Да, смотрите, если бы я пошла после этого гулять Если бы это был не ужин с диванчиком, а обед Я бы вообще ничего бы никого Вот вообще И еще бы и ВПС поставила чуть-чуть поменьше Вот и как бы нигде не было Ну это опять потому, что у Оли так У меня база подобрана так, что... Все идеально, она не может ее У меня нет ничего задранного специально там да Теперь давайте обсуждать, как Дима готовит борщ Какое мясо там Что вообще используется для борща? Давайте считать вместе, поможем сегодня Диме Ну я точно не скажу, но примерно... Дим, нету такого примерно при сахарном диабете Вот вообще нет примерно Вот это примерно, оно не фигуреется У тебя примерно и потом 2, понимаешь? Или примерно и потом 15 Вот ты хочешь, чтобы у тебя были нормальные сахары? Вот примерно нельзя Даже маме уже, мама любительница сварить нам какой-нибудь супчик Я говорю, нет, мам, я его не посчитаю Говорю, либо взвешивай все и отписывайся мне Сколько чего-то туда положила, да, чтобы я понимала Либо говорю уже, мне легче самое приготовить Нужно взять себя в руки, нужно исправляться И вот Даша вообще огромная молочинка То, что начала следить за сахарами Это очень круто, просто респект Даша очень люблю Красотка вообще просто Ну без семьи, без поддержки, без семьи Это очень было бы тяжело У меня, ну у меня вот есть Федор, да Мы как маленькая семья У меня есть моя семья Это брат, там родители, жена Некоторые друзья, но их немного Она очень долго к этому шла И она очень много сейчас действительно делает работы Над собой и с собой Она вот если что-то она решила Она вот будет вот бороздить до упора Она уже победительница, но если она еще выиграет Будет вообще замечательно Хотя мне там нравится одна девочка еще Зина, мне нравится Ты будешь оппозиция Мне она очень нравится Да я там только тренера знаю Берешь гантели, стоя, 20 махов в сторону Повторяешь Снова без отдыха 20-20, так 5 сетов Я на самом деле стала более дисциплинированной Я не знаю, может быть возраст у меня пришел И этот проект мне нужен для того, чтобы доказать в первую очередь себе Что можно жить полной жизнью, но не так, как я жила 15 лет Диабетом первого типа Даша заболела в 13 лет Друзья, учеба, море планов И полное неприятие своего диагноза Все жила, как будто я здоровая Посмотрите, я и такая вроде симпатичная И спортом занимаюсь И вот смотрите, ребята, у меня есть И со всеми встречаюсь Это вопрос, почему остальные можно, а мне нельзя Чем я отличаюсь от других Это такая достаточно хроническая история Диабет – заболевание непредсказуемое, коварное Халатности не терпит Безразличие не прощает Теперь Даша это понимает Коварен он именно своей непредсказуемостью То есть много лет данная ситуация может не приводить к никаким осложнениям И таких ситуаций очень много А буквально за час, за два ты теряешь качество жизни Потому что приходят те самые осложнения, которые мы больше всего боимся Мне очень повезло, что я не сижу без ног Я вижу все И мне повезло, потому что я все-таки занималась спортом Вот, естественно, у меня очень сильно болели ноги Я шла в лес и бегала Пусть через боль, через слезы, но я шла бегала Сяли, встроились в ряд и побежали Пять кругов Почему часто эндокринологи, опытные эндокринологи Грамотно советуют заниматься спортом при диабете Когда мы занимаемся силовыми нагрузками и кардионагрузками У нас мышцы начинают активно потреблять глюкозу То есть тем самым снижают уровень сахара в крови Соответственно, любая физическая активность Будь то активность средней интенсивности или высокой интенсивности Она будет понижать уровень сахара в крови Соответственно, тем самым мы можем добиться Понижения резистентности к инсулину Можем добиться более стабилизированных сахаров в течение дня ночи И в-третьих, можем позволить себе немножко больше еды Что очень положительно сказывается на общем самочувствии психоэмоциональном А также на общей продуктивности тренировки Но я не следила за собой И тренировки без самоконтроля, сахара в крови То это очень плохо Гипогликемия у меня постоянная была на тренировках То, что в их отношениях с диабетом срочно надо что-то менять Даша осознала 7 лет назад Когда простая операция по удалению кисты закончилась тяжелым кетоацидозом Потому что я вообще перестала кушать На козу тяжело отходила Голодный кетоацидоз, когда ты не перестаешь кушать И диабетику нельзя переставать кушать Я зашел в реанимацию и увидел Дашу Я реально не узнал сестру Она очень сильно похудела в тот момент И это больно очень У тебя начинает желудок выжигать как будто изнутри После этого я захотела жить После этого я поняла, что я могу много И я начала потихонечку работать Потихонечку думать У меня очень сильно сгорелось Я очень хотела в магазин Я даже название придумала Трусы в горох Я думала, там будут какие-нибудь пижамки Трусики Можно было туда Какую-нибудь Линию, связанную с диабетом Допустим, какие-то пижамы Где есть кармашек для помпы Какие-то такие вещи С юмором То есть как бы диабет Преподместить с юмором Это здорово Классно? Почему бы нет? Хотела вам футболочку еще показать Сама себе ее сделала Мне необходим кофе и инсулин Это правда Реализацию мечты о создании одежды для людей с диабетом Даша планирует на ближайшее будущее И параллельно развивает уже существующий бизнес Я про бизнес не очень люблю рассказывать Потому что я все-таки считаю Что женщина каким-то делом она не занималась Но все должна быть слабой И иногда даже диабет на руку бывает Что тебя ведь там и пожалели И там хочу на ручки, на ручки взяли Сима? Сима? Кто это? Кто это? Привет! Приходишь домой, уставший от работы Садишься А у тебя какой-нибудь сахар, который Ну непонятно откуда вылез Ну непонятно Ты вроде бы все посчитал Ну откуда он вылез И ты давай слезы крокодилей лить А за что мне это? А зачем мне этот диабет? Ну для чего он мне нужен? Ну вот я бы могла ничего от этого не считать Ну все равно руки опускаются Это в любом случае, это же не железная Новым этапом в отношениях Дашей с диабетом стало осознание Опускать руки Это не ее история Я болею уже 16 лет И полгода я вот начала за собой следить То есть следить, прям следить, следить Начала мерить сахар Установила помпу Ну вернее как, я вначале установила помпу А потом начала уже за собой следить Следующая Даша на открытие Она не одинока в своих проблемах, страхах и сомнениях Я еще ни одного человека раньше с диабетом не знала Инстаграм мне вообще очень сильно помог В плане Это смешно звучит, но это правда Познакомилась с очень, ну, с очень большим количеством людей Девочек, таких же, как и я Которые так же живут Вживую невозможно общаться А как раз таки социальные сети Они нас объединяют Потому что в среднем в соцсетях Зарегистрировано порядка Я имею в друзья сообщества в соцсетях Там 30-40 тысяч человек По всей России А плюс еще и не только нашей страны Да, а также соседних братских странах Когда что-то кто-то узнает Он сразу же пишет, извещает Когда у кого-то что-то получается Или не получается Или кто-то что-то, не знаю, узнал Или просто какую-то радостную новость скинул Это же круто, это же поддержка Главное всегда оговаривать, что очень все индивидуально И все, что говорит любой блогер Не надо воспринимать на свой счет То есть к диабету надо подходить очень индивидуально Это главный лейтмотив, который надо понимать Во всех этих блогерских ассоциациях Нельзя делать, как делает вот та девочка И все точно, как у нее Так не будет Я просто описываю ситуацию У меня, каждая моя публикация Это именно рассказ А человек уже дальше, прочитав этот рассказ Он сам анализирует, думает С алкоголем у меня ситуация Что выпили Не уследила, попутала гипу С алкогольным опьянением И ушла в ком Я делюсь просто опытом Я делюсь, как это Рассказываю, как это может быть Опять же, моими глазами Это общение Это классно, здорово Это, конечно, печально Что у нас так много диабетиков На то, что мы держимся все вместе Заберите Я тебя отдам Хочешь, отдам тебе У меня в инстаграме все так робят, когда мы с ним снимаемся Жиросик Жиросик, мой Жиросик, да Господи Я прям жалко и устала Также через инстаграм я нашла этот проект Подала заявку Меня взяли Так Даша оказалась на Диа-челлендж И в ее жизни с диабетом начался период, который она назвала Время уникальных возможностей С первых же минут знакомства с другими участниками проекта Так начали Ля-ля-ля-ля Вы же понимаете, что все истории очень похожи Настолько похожи, что ты как будто человека знаешь Я, конечно, знал, что будут еще участники Такие же, как я, с диабетом И они такие веселые, интересные Вот если бы я встретил в обычной жизни Я бы даже и не подумал, что у них диабет Посмеялись Оля, вообще герой Когда уже уходили, все, уже не прощались После кастинга Я подхожу, говорю, Оль Говорю, это все понятно Ты, конечно, рожай Но ты смотри, не вдумай бросать проект Я говорю, ты хотя бы понимаешь, какую ты частичку Вообще, что ты покажешь людям Ведь тема беременности и диабет Это самое наболевшее Это просто И очень многие думают, что никто не рожает с диабетом Вот это вот, наверное, все узнают Откуда это было Это как раз первая встреча Диа-челлендж Этот проект мне вообще как будто Вот, Дашенька, смотри И теперь ты будешь знать все Тебе на тебе тренера, на тебе психолога И на тебе эндокринолога Я хотела сегодня обсудить Во-первых, я хотела пройтись по Основным, на самом деле, проблемам, которые я сейчас вижу в проекте И спросить у вас Расскажите мне, кто устал от подсчетов? Это вопрос с подвохом? Это вопрос с подвохом Анастасия нам придумала задание, что мы будем готовить сложные блюда Так, сейчас я сфотографирую Ну что, о-бэд, о-бэд Я буду есть тевтели Нектарины и помидор Вот, все просчитываешь, записываешь Белки, жиры, углеводы Общее количество калорий И потом белки, жиры, углеводы Делишь на количество, сколько тевтелей здесь И, в общем, все это надо было зафиксировать И выложить в группу Рассчитывать их надо в сыром виде То есть, вначале ты взвешиваешь все ингредиенты в сыром виде Потом ты их делаешь Взвешиваешь каждую тевтельку Чтобы она была одного веса И есть смысл делать всегда по одному рецепту Ну, чтобы это постоянно не делать одно и то же То есть, грубо говоря, ты делаешь из килограмма фарша, да, такого-то Столько-то риса и так далее И в следующий раз, как будто, покупаешь все то же самое Чтобы вот это вот не заниматься и постоянно не считать Нужно один раз заморочиться, чтобы потом было легче Сегодня к нам придут гости Я буду их кормить И я решила накормить их салатом «Цезарь» Собственно, ротина приготовлена Когда я готовлю все рецепты, я просчитываю в интернете на определенных сайтах Мне, например, нравится сайт «Колоризатор» Что я буду использовать для «Цезаря»? Это яйца Для «Цезаря» мне нравится брать перепелиные Грудка куриная, конечно Сыр, помидорчики, салатик И заправка у нас будет из греческого йогурта, горчицы и разных трав Если мы все это введем в нашу программу, то на общее количество у нас получатся вот такие цифры То есть мы можем посмотреть, что это 260 граммов белка, 87 граммов жира, 135 граммов углеводов и всего 2400 калорий И учитывая, что у меня будет достаточно много костей, я рассчитала на 9 порций Соответственно, если мы поделим общее количество на 9 порций, это получится где-то 250 калорий на брата Ребята, теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто выполняет все задания и отчитывается перед экспертами Ну вот, кое-кто думает о себе больше, чем на самом деле Трудно каждый день иногда Мы подбираем дозы с Анастасией И, естественно, от скачки сахара ты в любом случае от этого никуда не уйдешь Сколько у нас углеводных коэффициентов в течение дня? И настроение тоже скачет И ты срываешься, я срываюсь Плачу, у Анастасии плачу Ну, потом ты вспоминаешь все дзены, которые тебе рассказывал Василий Вы меня загипнотизируете, что ли? Нет, 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 зачем? Вы сами себя загипнотизируете У меня 21 минута медитации в день Очень сложно Я никогда не думала, что просто сесть на 20 минут и отключиться Отпустить все мысли, это очень тяжело А у меня мысли вот так вот А сейчас они уже по полочкам Важные, потом менее важные У меня, как, в общем-то, да, человека, который является автором этого проекта Для меня крайне важно, чтобы был результат Это важно и для экспертов, да, как для профессионалов Когда вы не слушаете их рекомендации, мы просто зря здесь тратим время И наше, и ваше Поэтому сегодня я назову человека, у которого будет неделя испытательную И если он не покажет себя, мы будем вынуждены с ним расстаться Я хочу, чтобы вы все стали сильнее, чем были Здесь партнерские отношения предложены, что мы вам предлагаем вот такой формат вызова Если вы готовы, если вы считаете, что вы готовы к нему, окей, поехали А если вы считаете, что вы готовы, а по факту вы оказываетесь не готовы, ну, тогда тоже окей У меня проект оказался тяжелее, чем я ожидала Конечно, это не тусовка, ребят, но, конечно, это не тусовка И задумки такой не было Задумка в трансформации Чтобы вы за эти три месяца накопили такой багаж, да, с которым вы дальше сможете идти сами И сейчас я назову человека, у которого будет испытательный срок Человек, которому дается испытательный срок, это Кирилл Кирилл, у тебя есть неделя, чтобы показать экспертам, что этот проект тебе действительно нужен Хорошо Вот Есть у кого-нибудь вопросы? Дина обычно любит задавать вопросы Я молчу, сижу Точно В следующий раз Ладно Это проект Диа Челлендж Встретимся через неделю Диа Челлендж Диа Челлендж Диа Челлендж